А вот если говорить о следующей пленарной неделе, то уже известно, что станет главной задачей для народных избранников. Медреформа от Ульяны Супрун. Спикер парламента Андрей Порубий уже анонсировал, этот вопрос вызовет наибольшие дискуссии. Это неудивительно, ведь с голосами за эту реформу по-прежнему проблема, причем даже во фракциях большинства. Мажоритарщики отказываются поддерживать идеи Супрун. Что именно предлагают Минздраве и под чем не хотят подписываться депутаты, напомнит наша короткая справка. На следующей неделе в парламенте ожидается обострение скандалов. Депутаты обещают рассмотреть самую спорную реформу, медицинскую. Как спасти главного больного страны? Выписать единый рецепт Минздраву и Верховной Раде никак не удается. Ведь в проекте слишком много принципиальных противоречий. И так, что предлагает команда реформаторов? Меняется сам принцип медсистемы. Она становится договорной. В Украине ведут страховую государственную медицину. Поэтапно, сначала на первичном уровне. Для этого создадут национальную службу здоровья, которая станет посредником между пациентом, больницей и государством. Именно она будет распределять бюджетные средства, заказывать медуслуги и контролировать их выполнение. Все больницы подпишутся службой договора, чтобы получать страховые деньги из бюджета. Но не станет ли служба здоровья очередной коррупционной кормушкой чиновников? К тому же, функции надслужбы здоровья уже выполняют обл и райздравы. Что будет с ними? Второй момент. За медицину придется платить. Бесплатными останутся первичная медпомощь, экстренная и палеотивная. На первичку государство готово выделить очень скромную сумму. Приблизительно 370 гривен на человека в год. Пациенты вряд ли смогут уложиться в эти рамки без доплаты. Кроме того, придется ли платить за плановое лечение, будут ли льготы и какие именно, пока неизвестно. Четкого прайса в Минздраве не дают. А вот больницы хотят перевести на самообеспечение именно за счет этих платных услуг. В то же время в законопроекте прописано, что все взаиморасчеты должны быть в электронном виде. Для этого до лета создадут единую электронную систему и реестр пациентов. Насколько реальны такие планы? Ведь реестр не могут запустить уже три года. Кроме того, треть украинских больниц не имеют доступа к интернету. Что касается непосредственно больниц, то они тоже изменятся. Все лечебные учреждения поделят на три категории. Семейные амбулатории будут первичным звеном оказания медпомощи. Вторым – узкопрофильное медобслуживание, УЗИ, МРТ и лабораторные исследования. Третье звено – узкоспециализированные клиники. Но все эти инновации пока предмет политических торгов. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!